ЭКОНОМИКА Приятно действительно слышать, что безработица в России уже меньше 3%, соответственно, у всех есть работа, соответственно, все получают зарплату, все тратят деньги, и таким образом, в общем, экономика растёт, всё крутится, вертится и укрепляется. Вот коллеги из Блумберг на это нам говорят, что, конечно, оно действительно укрепляется, даже они не могут, в общем, как-то настолько кривить душой, чтобы при всём желании плюнуть в нас ядом, но при этом говорят, что она окрепла настолько, что близка к перегреву. На ваш взгляд, вообще принципиально возможно это или нет в данных условиях, в которых сейчас наша страна живёт, потому что многое изменилось за последние несколько лет, и можем ли мы вообще перегреться, в принципе, и где находится вот эта грань перегрева? Ну, смотрите, экономисты, они люди такие творческие, но малообразованные в плане физики и всех процессов, связанных с термодинамикой, поэтому вот этот вот перегрев экономики, то есть ситуация, при которой темпы экономического роста приобретают такой неподконтрольный характер, взрывной, поглощает все-все ресурсы частного государственного сектора, идёт рост, потом он исчерпывается, начинаются рецессии, да, это вот так, как экономисты определяют перегрев экономики. Но на самом-то деле, если говорить о том, перегрев это или нет, да, то вот в термодинамической системе перегрев, если система находится в стабильном состоянии, а потом переходит в метастабильное, но ещё не происходят фазовые переходы второго рода, да. Простите, наши уважаемые слушатели, что вот так вот сложно это всё рассказываю, потому что на самом деле такое может быть, ну, допустим, в адиабатических процессах, когда система закрыта, замкнутая, крышку у нас положили такую вот и всё, и греет этот котёл, взорвётся, не взорвётся. На самом деле, наша экономика открыта, и какой может быть перегрев, если против нас вводятся санкции, но весь остальной мир продолжает с нами взаимодействовать. И до начала специальной военной операции российская экономика была встроена в 38% глобальных цепочек создания стоимости и остаётся в этих цепочках. Более того, вот предпринимаются меры для того, чтобы здесь наращивать производство и не зависеть от импорта, вот о чём говорил президент, на съезде РСПП 25 апреля. То есть, что необходимо увеличить производство на десятки процентов, необходимо готовить кадры, потому что никакая, даже самая эмигрантская политика не сможет нам заменить дефицит кадров. Поэтому, когда мы говорим о том, что низкая безработица, мы как раз говорим о том, что на самом-то деле потенциал у нас огромный, но у нас был искажённый рынок труда. Да, если у нас полтора миллиона, допустим, курьеров или там огромное количество таксистов, охранников и так далее, людей, которых можно обучить и задействовать в экономике по-другому, более полно задействовать в иной экономике, не той, которая там предписывалась, вот экономика, как американцы говорят, бензоколонка или ресурсная экономика. И когда, опять же, говорят про перегрев и превышение потенциального ВВП, давайте спросим, а кто этот потенциал ВВП мерил? А как его измерять? Потому что Запад вечно удивляется, что российская экономика растёт, несмотря ни на что. Но тут можно вспомнить Тютчева, который был не только поэтом, но и дипломатом, и писал перед Крымской войной записку императора Николая I о том, что Европа всегда изучала Россию сквозь шоры ненависти, удвоенной невежеством. Прошло больше 150 лет, ничего не изменилось. Те же самые шоры ненависти, удвоенной невежеством. То есть они нас пытаются судить по своим моделям. Не понимая, что если мы делаем трансформацию нашей экономики, если мы сюда возвращаем производство, или сохраняем производство, или расширяем производство, и готовим кадры, то ни о каком перегреве и речи быть не может. У нас гигантский потенциал. Ну а кто его будет осуществлять? Потому что, опять же, это же тоже палка о двух концах. И говорили нам, что хорошо, вот у вас есть 3% безработицы. То есть фактически вы на новое производство можете, по крайней мере, теоретически, использовать либо вот эти 3% человек, либо эти новые производства должны будут как-то перекупать людей уже имеющихся. Ну и знаете, из любой ситуации есть три выхода. Негативный, позитивный и гениальный. Вот эти 3%, которые безработицы, их вряд ли, этих 3% куда-то можно применить. Да, скорее всего, это малоквалифицированные кадры, которые просто не могут, не хотят или не в состоянии что-то делать. И приманивать надо, надо просто готовить кадры так, чтобы повышать производительность труда. Да, ну вот, смотрите, эта зима показала, что любой мини-трактор заменяет сотни гастарбайтеров при уборке улицы от снега. Если мы возьмем производство, допустим, не только ВПК или высокотехнологичное, но элементарные вещи, там, производство продуктов питания, вы просто поставите более технологичные линии, и меньшее количество людей может выполнять то же самое производить. Вопрос в том, что для того, чтобы повысить производительность труда, вам необходимо оборудование, вам необходимы инвестиции. И вот самая большая загадка для наших противников, и то, что загадкой для нас не является, это то, как инвестиции, сделанные за последние два года, трансформировались в экономический рост. Да, ведь мы же понимали все это время, что именно недостаток инвестиций в основные средства, он как раз и тормозил развитие нашей экономики, потому что, ну, деньги вытекали туда, то есть получалось так, что значительная часть нашего богатства национального создавалась в экспертных отраслях и вывозилась из страны в виде оттока капитала иностранной валюты вывозила, да, и хранилась в иностранной валюте. Сейчас этого нет, сейчас капиталы здесь, сейчас начинают эти средства работать внутри России, запускаются программы правительственные, запускаются инвестиционные программы, инфраструктурные, бизнес подключается, и что мы видим? Высокая ставка Центрального банка никак не влияет на экономический рост, да потому что только 3% инвестиций шло за счет банковского кредитования. Все остальные источники инвестиций, они другие, и вот сейчас они задействованы. И сейчас мы как раз наблюдаем, как это все трансформируется в экономический рост, а наши противники, которые привыкли, что мы будем жить по модели вот этого сырьевого придатка, они понять не могут, что модель-то изменилась. То есть, если я правильно понимаю, раньше, значит, у тебя было там 10 человек, там низкоквалифицированных каких-то, условно говоря, которых ты взял за там 3 копейки, они тебе приносили навара на рубль прибавочной стоимости, ты этот рубль обращал в доллары и спокойненько перевозил куда-нибудь, не знаю, в Ниццу, к примеру. Да, они на эти 3 копейки могли купить какие-то товары, но очень ограниченные здесь. Да. Если вы сейчас начинаете платить людям настоящую зарплату, то вот те рабочие, которые сейчас выходят на предприятия или в компании, эта зарплата не достаточна для того, чтобы тратить эти деньги в Куршавеле, но это достаточно для того, чтобы тратить на продукты, которые производятся здесь. Да, соответственно, вы повышаете экономику за счет совокупного роста совокупного внутреннего спроса. Да, если вы делаете высокотехнологичные рабочие места, вы создаете вокруг них еще там десяток рабочих мест, потому что если у вас производство, допустим, машиностроения, вам требуется вокруг и металлургия черно-цветная, и химия, нефтехимия, и связь, электроэнергия, и транспорт, и досуг, и магазины, и школы, и так далее. Вот запускается производство, и экономика начинает оживать, начинает расти. Там, где, в принципе, никто и не видел никакого потенциала, потому что она меняется, она становится другой. И давайте вспомним, как проходили первые пятилетки, вроде бы все были обеспечены какой-то работой в сельском хозяйстве или в малом и среднем бизнесе. Ну вот, начинается индустриализация страны, и полностью трансформируется экономика. Да, методы были не такие, не дай бог, как сейчас никто не хочет с такими методами, но тем не менее, все же изменилось. И знаете, когда на рубеже 19-20 веков мыслители, экономисты, политики говорили о том, что дальнейший рост городов невозможен, потому что когда в городах-миллионниках будет миллионы лошадей для того, чтобы перевозить то количество жителей и товаров, и грузов, то просто города утонут в навозе. И, значит, все у нас тупик. А потом придумали двигатель внутреннего сгорания. И вот эти миллионы лошадей, фуража, навоза и всего остального оказалось ненужное. Исчезают из этих моделей и из реальной жизни. Вот так и сейчас нам судят по той модели, прописанной в учебнике «Экономикс», по той модели, когда была глобализация, и нас вот встроили в качестве сырьевого придатка. А все, привет, все это закончилось. И мы уже строим суверенную экономику. Строим экономику с теми, кто не согласен подчиняться вот этому диктату мира, основанного на правилах и мира через силу. Да, и мы будем строить, потому что мы открыты, и мы не закрываемся от мира. При этом те программы, которые правительство утвердило, и президент, и то, о чем он говорил в послании в Федеральное собрание, и повторил на съезде РСПП, да, если все это будет реализовано, то нас по-прежнему, то есть мы по-прежнему будем удивлять наших противников. Ну хорошо, значит, нас отрубили от возможности капитал вывозить, причем они же сами на самом деле это сделали во многом. И таким образом у нас открылось достаточно большое поле для внутренних вот этих инвестиций, потому что ну а куда еще девать эти деньги, как не вкладывать в свое производство. Но с другой стороны, они же нас во многом отрубили и от машиностроения различного, а современный там большой станок какой-нибудь важный порой делается, ну условно говоря, может быть не в единичном экземпляре, да, но это штучное производство. Это огромное, я не знаю, допустим, СМЛ какая-нибудь, да, делает вот машину для литографии, литограф. Вот эта штука стоит там, не знаю, 300, к примеру, да, там миллиардов, миллионов, не знаю, огромную сумму непредставимую, их делается сколько-то штук. И нам они это продавать не хотят ни под каким видом, потому что в конце концов боятся, что против них будут применены санкции. Как нам модернизировать свое производство, создавать эти высокотехнологичные отрасли в условиях перекрытия кислорода вот такого? Ну, так же, как, во-первых, это делали государства Юго-Восточной Азии, то же самое Китай, Южная Корея, Япония, которые также выходили из состояния разрухи, из состояния, ну, по сути, такого средневекового, в состоянии азиатских тигров. Это раз, да, поэтапно. Покупая сначала технологии, которые продаются, развивая свои. Потом давайте вспомним, вот, холодная война. Почему было такое вот мощное развитие прогресса науки и техники? Потому что в случае конкуренции, конкуренции, который, проигрыш, который, это просто проигрыш, который грозил уничтожением страны, ну, такой экзистенциальные риски, да, необходимо было не проиграть. Соответственно, необходимо было создавать у себя все то, что вам не могут продать. Да, поэтому мы видели, вот, и космос, и аэрокосмическая промышленность, и атомная энергетика. Вот эти заделы, которые были сделаны тогда, они сохраняются сейчас. Сейчас мир стал проще, да, потому что все уже размазано по всему миру. Очень много оборудования есть в Китае, и они сами туда ее привезли. Китай наш партнер, много оборудования будет создаваться нового в этих технологических зонах. Плюс, видимо, нам придется создавать так называемые закрывающие технологии. Технологии, которые будут альтернативными тем технологиям, которые мы не можем купить, но которые позволят такому уже скачком обогнать наших противников, не догоняя их. Вот если мы говорим про компьютеры, да, это тяжелое отставание, но давайте поймем, что тут вот архитектура двоичных компьютеров и двоичный код, он же с 1949 года не менялся, да, и у нас в Советском Союзе были, допустим, трагичные компьютеры. Код, да, нет, или, ну, минус один, плюс один, ноль. Да, эти компьютеры, процессоры на трагичном коде были на нашей ракетно-космической технике. А давайте придумаем еще что-то, квантованный процессор, еще что-то, что позволит нам сделать такой скачок и так далее. Вот когда мы начнем реально думать вот про это, начнет получаться. Но для того, чтобы получалось, нам необходимо создание той самой великой триады, которая была в Советском Союзе. Это фундаментальная наука, прикладная наука, подготовка кадров. Да, поэтому сейчас вот надо делать все параллельно. Готовить кадры, готовить расширять высшее образование, готовить школы, переходить к более правильной такой настоящей имперской образовательной программе и понимать, что образование – это не только обучение, это еще и воспитание. А просвещение – это не только передача знаний, но еще передача культуры. Потому что мы видели, как деградировала культура, а в низкой культуре невозможно высокотехнологичное производство. Мы повышаем культуру, повышаем образование, воспитываем новых граждан, молодых людей в духе патриотизма, любви к родине и в ответственности, потому что без ответственности ничего не получится. И вот мы уже через какое-то время увидим иную страну. Нам придется прожить все те этапы, которые проходит любая страна, которая собирается оставаться в будущем. Но, опять же, нам же закрыли не только историю с покупкой станков, к примеру, но уже я, по крайней мере, из своих товарищей, которые занимаются именно фундаментальной наукой, много раз слышал, что выступления на конференциях, какие-то доклады, публикации и прочее, прочее, прочее просто зарубают. Если ты не выскажешься определенным образом, идеологически выверенным с точки зрения западных стран, ну, по сути, если называть вещи своими именами, если основательно не плюнешь, не потопчешься на своей общем стране. Вот как можно ли, точнее, вот я так сформулирую вопрос, можно ли развивать свое образование и науку в этом мире такой нетерпимости с той стороны достаточно большой, даже в фундаментальных вещах? Вопрос в том, осталась ли там фундаментальная наука, потому что то, что мы видим, это уже не наука, это, по сути, бизнес, который эксплуатирует ученых, ну, в достаточно прикладном плане, то есть такое проектное финансирование, то, что окупается за три года, максимум пять лет, финансируется, то, что не окупается или требует до более длительных сроков, оно просто считается, ну, как бы уходит в какую-то тень. Посмотрите, за что дают Нобелевские премии. За открытия, сделанные в прошлом веке, в 80-х годах прошлого века, тем, кто дожил до сегодняшних дней. Там, ну, очень мало исключений, таких, как Графен, например. Все остальное это за старые достижения, потому что там тоже никто не собирается во все это вкладываться. И не случайно сейчас американцы бьют такую тревогу, знаете, они подходят к моменту спутника. Вот когда Советский Союз 4 октября 1957 года запустил спутник, они сказали, что все, мы теперь либо учим физику и математику, либо учим русский. Потому что Советский Союз показал, что его образовательная школа лучше. Вот сейчас у них такой же момент перед китайцами, теперь они боятся. И не случайно профессор Капица, помните, очевидно, невероятно, он же говорил, что математика – это предмет, который в американских университетах русские профессора читают китайским студентам. То есть там тоже все потеряно. И там они уже придумали себе выход, искусственный интеллект. Да, вот это волшебное средство, которое заменит им ученых и все остальное. Мы-то давайте понимаем, что без естественного интеллекта, без естественного развития, да, это не быстро. Да, нам придется какое-то время чем-то пожертвовать и комфортом, и какими-то возможностями, которые нам давал тот самый глобальный мир. Но после этого мы просто перейдем в какую-то иную жизнь, иную экономику. При том, что старая экономическая модель, она просто рушится, ее рушат. Осознательно, осознанно, не случайно, Чатам Хаос, это Королевский институт международных отношений, организация нежелательного России, он говорит, что мировая экономика не деглобализируется, она разрушается. И вот представьте, в этой разрушающейся экономике, даже если бы мы не начали специальную военную операцию, нам все равно бы ничего не продали, потому что они ее сознательно разрушают. Ну хорошо, тогда вот опять же о том, о грядущих разрушениях немножечко. Вот здесь вот прошла новость о том, что Дональд Трамп, за которого многие, что называется, наши сограждане болеют, говорят, Дональд наш, он тем не менее, этот вот условно наш политик, хотя он никакой не наш и никогда нашим не был, да, говорит, что в случае победы на президентских выборах в этом году рассматривает возможность введения санкций против стран, которые отказываются от использования доллара во внешней торговле. И среди там возможных ограничительных мер, введения экспортного контроля, обвинения там валютными манипуляциями, введения тарифов и так далее и тому подобное. К рынку это все, естественно, не относится вообще никак, о котором он долго рассказывали. К рынку относится еще как, потому что Драмп понимает, что если сейчас, ну, если звезды лягут, он станет президентом, то он столкнется с колоссальным кризисом, потому что на чем здесь делась вот сила Америки, вот эта финансовая система, на том, что почему они могли себе позволить колоссальный дефицит торговли, да, потому что все использовали их доллар, они могли печатать доллар сколько угодно, все страны, кто с ними торгует, Япония, Евросоюз, Китай, свои товары, производимые, продавали им за эти доллары, а потом эти доллары возвращали назад, в американскую финансовую систему. Если начнется дедоларизация, то это будет означать, что крах вот этого круговорота долларов, это значит, что не нужно будет им такое количество долларов, они не будут возвращать эти деньги обратно в Америку, и, соответственно, вот эта вот система начинает склопсировать, схлопнется, да, поэтому для него жизненно важно, чтобы это все продолжало работать, а какими методами, те же самые, как и при любой администрации, мир через силу. Ну, хорошо, а чем это может грозить? Это же, ну, по сути, глобальная финансовая война, от которой даже не полшага, да, натуральная война. Это кризис, да, вот сейчас готовятся предпосылки к кризису, они уже созданы, тем самым огромным навесом долга, 314 триллионов долга, пишет Международный институт финансов, накопилось в мире, а Всемирный банк предупреждает, что за последние 50 лет было 4 волны накопления долга, 3 из которых закончились кризисами, и сейчас четвертая, самая мощная, самая продолжительная волна накопления долга, поэтому кризис неизбежен. И если вот они дальше продолжат так набирать долг, а долг Соединенных Штатов на самом деле почти 100 триллионов долларов, 99,7 триллиона, это только государственные у них 35, а там еще и частные 25 триллионов, и корпоративные, и так далее, то представьте, что будет дальше, то есть когда невозможно будет обеспечивать возврат капитала, и невозможно будет отдавать долги, потому что долги можно брать до тех пор, пока вам эти деньги дают. А если все это коллапсирует, то все. Поэтому можно понять Трампа, но просто такими методами он просто ускорит этот кризис. Да, начали мы как-то так с позитивного, с того, что у всех есть работа, все хорошо, мы развиваемся, мы идем, а закончили какими-то вещами более страшными, потому что затронет такая глобальная история, естественно, всех. Спасибо огромное, это был Александр Лосев, финансист, политолог, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Администрация США вновь так ни до чего не договорилась с Китаем. Госсекретарь в ходе визита в Китай не достиг никакого взаимопонимания с властями Поднебесной. Блинкен провел переговоры с китайским коллегой Иван И, а после чего его принял председатель КНР Си Цзиньпин. После этих встреч заокеанский гость решил припугнуть Пекин некими мерами, если Китай будет продолжать сотрудничать с Россией. Речь, естественно, идет о новых санкциях. В ответ лидер КНР заявил Блинкену, что Америка должна перестать говорить одно, а делать другое, призвав при этом Вашингтон не относиться к Пекину как к врагу. Что случилось в Пекине, почему переговоры прошли именно так, поговорим с экспертом, директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым. Он на связи со студией. Алексей Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Рад вас слышать. Рад, конечно. Скажите, пожалуйста, вот у меня какое-то безумное впечатление от всего происходящего. Вот прошло совсем немного времени, как в Вашингтоне выделили очень неплохие деньги, в том числе на оружие для стран Азии, так обтекаемо, скажем. Значит, это естественно, но никоим образом мира в этот регион привнести не должно. Подбрюшье прямо Китая. После этого Блинкин едет в Пекин и ведет там переговоры с точки зрения, ну, прям, скажем, силы. Довольно, на мой взгляд, хамской какой-то манере. Выглядит все это совершенно, ну, как-то просто безумно. То есть, для чего это так происходит? Зачем так себя вести? Ну, во-первых, Блинкин, конечно же, приехал с ультиматумом. И о том, что это ультиматум, а не просто попытка урегулировать отношения, стало ясно еще до начала визита, когда практически все крупные американские газеты, журналы, вообще СМИ сделали утечку, о чем пойдет речь. Но обычно так не сообщается. Но вот на этот раз было громко сообщено, что Блинкин будет требовать от Китая прекращения любых финансовых, технических, технологических связей с Россией, прекращения поставок в Европу и вообще в западные страны любых товаров, которые датируются китайским государством. Это то, что в США называется технологическая избыточность. То есть, из-за того, что, например, китайский автопром во многом датируется китайскими властями, и, соответственно, по цене китайские товары обыгрывают американские, вот это запрещено, и поэтому Китай никуда ничего не может поставлять. Но самый, конечно, главный вопрос, это был вопрос о сговорчивости Китая в отношении России. Причем Китай неоднократно заявлял, и официально, и, я так понимаю, по дипломатическим и неофициальным каналам, что его отношение с Россией – это его внутреннее дело. У Китая есть своя позиция, своя траектория по торговле с Россией, и по взаимодействию в банковской сфере, да, она неоднозначная, но, в общем, это максимум, что Китай может сделать, чтобы, как говорит Китай, не финансировать ни одну из сторон конфликта. И вот все равно на этом фоне блинкинг едет, и посмотрите, какая была артподготовка перед этим, довольно интересная. Ну, прежде всего, месяц продолжался, или даже не больше, история с ТикТоком, который, по сути дела, запретили в США, пытаются заставить китайскую компанию продать ТикТок. Это вообще беспрецедентная история. Это просто то, что обычно в чем обвиняют, скажем, Россия и Китай в попытках национализации. Так вот, это и есть попытка национализации чужого актива, тоже делают американцы. Плюс к этому абсолютно правы. Были проведены учения в акватории Южного Китайского моря. Там участвовали и Филиппины, и ряд других стран, естественно, при поддержке США. Очень раскручивается история с блоком Аукус, где участвуют несколько стран. Это абсолютно антикитайский блок. Это Австралия, Новая Зеландия, и Япония грозится присоединиться к этому блоку, и Канада. Канада, то есть Китай должен постоянно чувствовать на себе давление. И вот в этом фоне приезжает Блинкен, где, казалось бы, вот все готово. Китай должен быть повержен, понимать, что все очень плохо. И буквально вот за день или за два до его приезда, опять-таки, возникает утечка, что в случае продолжения финансовых контактов с Россией, несколько китайских банков или один из центральных банков будет отключен от Свифта, если они будут плохо себя вести. Причем очень интересно, что я посмотрел, многие американские каналы в разных сетях опубликовали эту новость. Это была как бы не такая неофициальная утечка. И тут же очень многие наши каналы, которые в том числе обслуживают банковскую сферу, подхватили и говорили, вот-вот, китайские банки, вот сегодня, завтра будут заблокированы. То есть, конечно, очень многое к нам проникает в виде таких алармистских настроений. И вот в этом фоне приезжает Блинкен. И стороны, на мой взгляд, пытаясь все-таки не переступить за красную черту, не слышат друг друга совсем. Позиции полностью отличаются. Китайская позиция, помимо того, что мы процитировали, она еще заключается в словах Си Цзиньпина. Он не первый раз их произносит, что земля достаточно велика для того, чтобы две державы, Китай и США, не соперничались друг с другом, а только взаимодействовали. Более того, Китай, очевидно, хочет, желает процветания США. Ну и США, мы надеемся, желает процветания Китая. Вот это фундаментальная, как сказал Си Цзиньпин, фундаментальная позиция. То есть, обе страны должны развиваться не противоречи друг другу, а сотрудниче. Но, честно говоря, США вообще не нацелены на такую позицию. Позиция США – это позиция монополизма в торговле, в контроле над всеми мировыми процессами. И Китай – это позиция не то, что не устраивает Китай, не может работать в этой позиции. И вот я, конечно, ни в коем случае не хочу намекать и советовать американской администрации. Но если бы позиция была американской чуть более гибкая, чуть менее диктаторская, то, наверное, с Китаем можно было бы договориться о многих вещах. Но Китай же прекрасно понимает, что сегодня давление, в том числе по поводу российского вопроса, точнее, российско-украинского, это давление не по поводу Украины. Это по поводу вообще того, что если Китай сейчас прогнется, поддастся, то завтра политическая позиция Китая никем цениться не будет. И может оказаться такой парадокс, что сторона с огромной экономикой, я говорю про Китай, не имеет никакой своей политической воли. И я думаю, что руководство Китая это прекрасно понимает. Поэтому договориться, на мой взгляд, о принципиальных вещах не удалось. То есть Китай подтвердил лишь одну позицию, что он за развитие торговли. Он не будет ни в коем случае трогать американский бизнес, который работает в Китае, если он не нарушает законов. А Бриндин встречался с торгово-промышленной палатой, американской торговой палатой в Китае, Амчем, и уверял, что он будет защищать их права, хотя их права никто не нарушает. Вот в этом смысле стороны поговорили, не испортили отношения, что уже очень здорово, но нам, может быть, ни о чем принципиально не договорились. Но ведь у Китая есть свое видение будущего, так скажем, как должен быть построен мир. У них оно выражено, в общем-то, и в проектах логистических глобальных «Один пояс – один путь», и в постоянной позиции, которую они транслируют и в регионе у себя, и по поводу того, что обязательно с Тайванем все должно быть мирно урегулировано, что у них кругом, в общем, действительно есть так или иначе партнеры. И есть вот в этой парадигме, понятно, что США, которые потребляют их товары, потому что «Один пояс – один путь» в том числе должен куда-то везти, к примеру, каким-то тем или иным логистическим маршрутом, который будет везти в США. Но с другой стороны, у нас есть страна, которая откровенно уже много лет вне зависимости, это был Трамп, сейчас-то Байден, кто будет дальше, бог его знает, кто-то, но он наверняка это продолжит, пытается Китай всеми силами ослабить, и с точки зрения технологий, потому что новейшие чипы нельзя поставлять в Китай, оборудование, которое может эти чипы делать, нельзя поставлять в Китай, и ведь это, опять же, как я понимаю, расчёт на десятилетия вперёд, попытка сейчас заложить некую такую бомбу, которая не позволит Китаю именно до конца осуществить свои вот эти глобальные проекты и своё видение мира. Вот как можно вообще договориться, и о чём, что самое главное, может договориться, на что, может быть, Китай рассчитывал? А Китай, честно говоря, на мой взгляд, имел некие, скажем так, романтические представления о том, как может развиваться мир. И они правильные, они очень красивые и хорошие, и китайская позиция заключается в том, что пока идёт торговля, никакие военные действия не нужны, потому что, когда говорят пушки, бизнесмены молчат. Я сейчас тоже вас прерву на секундочку, буквально у нас техническая пауза небольшая, и после этого мы, безусловно, продолжим этот разговор. Да, и вновь возвращаемся в студию, Алексей Александрович. То есть, я так понимаю, дело в том, что Китай несколько романтично настроен, как и мы в своё время тоже были романтично настроены, может быть, даже очарованы Западом, и пытаются договориться, исходя из того, что постулируют с другой стороны их оппоненты. Абсолютно точно. Я думаю, что здесь вопрос не в политике и даже не в экономике, а вопрос значительно глубже, в нашем представлении о мире. Вот если мы всмотримся внутрь себя, мы, ну и точно так же, как и жители Поднебесной, мы допускаем многовекторность развития мира. Нам может что-то нравится, что-то не нравится, не нравится, как живут на другом конце планеты, но это не повод для того, чтобы начинать какие-то военные действия или давить экономику. Главное, действительно, пока идёт торговля, подойдёт самое главное развитие, совместное развитие науки и технологий, которые спасают жизни людей, а это, собственно, биофармы, это развитие современной медицины вместе с другими странами. Вот мы можем простить друг другу и противоречия во взглядах на мир. А США устроены изначально по-другому. И как только возникает держава, которая может конкурировать с США, Китай, причём конкурировать не по объёму товаров и даже не по экономике, а именно по видению будущего, вот тогда США автоматически включают механизм, который, на мой взгляд, даже не зависит от мнения отдельно взятых политиков. Они скорее заложники той системы, в которой они родились и по-другому мыслить не могут. Вот. Правильно вы обратите внимание, что вот эта борьба с китайским производством микрочипов, с китайской электроникой, это же борьба за монополию, за будущее. Потому что сегодня Китай – это единственная страна, которая действительно бросает вызов сама того народу, не желая американским технологиям. В конце концов, сегодня у большинства у нас на столе стоят компьютеры, которые продуманы как минимум в США, а сделаны в Китае. И микрочипы продуманы были в США. Но вот сейчас Китай начал разрабатывать несколько лет назад свои линейки, свои подходы. И США прекрасно понимают, что если Китай будет развиваться такими темпами, то конкурировать с ним будет очень сложно, потому что внедрение любого процесса в Китае технологического – это процентов на 30 дешевле, чем в США. Меньше расходы, оптимизированы все по цене, хотя зарплаты сегодня в Китае очень немаленькие, хотя неспособенно с США. И вот поэтому страну надо остановить на взлете, чтобы она не развивалась. И Китай перекрывает внешнюю торговлю. Например, только за последний месяц, за марта, вот последние у нас данные, торговля упала, экспорт Китая упал на 2,5%, это измеряется миллиардами, по сути дела, долларов. Действительно идут такие скачки в развитии внутреннего потребления, то выше, то ниже, то есть, конечно, экономика не совсем стабильная. И это все сделано из-за того, что США всячески кидают на Китай. И вот представьте, вот в этой ситуации, когда Китай испытывает чрезвычайное давление, его просто не показывает вид, у Китая еще говорят, а вы еще узнаете, а вы откажетесь от поддержки России. Вот вы не надо переселять, делать платежи в сторону России. А Китай не привык так. Китай действительно, ну, привык сам принимать решения по поводу своих внешнеторговых партнеров. И вот я думаю, что в ближайшее время, буквально, может быть, в этом месяце, будут обсуждаться очень серьезные вопросы российско-китайского сотрудничества. У нас, очевидно, предстоит и визит президента в Китай, до этого нашего российского. До этого будет и Харбинская ярмарка, где будут присутствовать российские компании. Где все-таки, как говорится, по Гамбургскому счету, мы будем строить с Китаем совместное торгово-экономическое, да и вообще-то военно-политическое будущее. Потому что США, конечно, никогда не отстанут от Китая. Ну, вот опять же, интересно, а почему Китай, который, я так понимаю, внимательнейшим образом следит за тем, что происходит у нас, и прекрасно понимает, что то, что происходит здесь, может случиться у него на границе, ну, буквально, практически по щелчку пальцев. Почему Китай всё ещё сохраняет, так скажем, такую миролюбивую позицию? То есть, вот пытается всячески мягко как-то увести в сторону, сказать, что нет-нет-нет, давайте дружить, пожалуйста-пожалуйста. Кончится ли у него терпение? Или оно у него кончится исключительно тогда, когда в этом будет состоять план Китая, что оно должно кончиться? Да, абсолютно правильно, конечно. У Китая всё, по крайней мере, они так предполагают, что всё по плану. И я знаю, что очень много и у нас в России, во зрении экспертов, политических кругов спрашивают, слушайте, ну что, Китай не понимает, что, в конце концов, главная задача США не пристановить какие-то китайские технологии, а, строго говоря, ударить по экономической модели Китая и просто сбить его с траектории полёта. Что они не понимают там? Нет, Китай всё прекрасно понимает, но Китай так устроен. Вот страна, которая живёт 5000 лет в рамках одной и той же цивилизации, она привыкла осмыслять мир долгими периодами. И это сильно отличается от того, как осмысляет Россия и тем более, как США, у которого, в общем, период жизни, США меньшим период жизни среднестатистической одной китайской династии. И вот Китай считает, что всё решается временем. Надо сильно торопиться. Я не могу сказать, что это правильная или неправильная точка зрения, я просто объясняю, как Китай мыслит. Но ведь время сильно ускорилось в последнее время. И Китай требуется принять быстрые решения. Но давайте посмотрим с другой стороны. Хорошо, представим, что Китай сказал, надоело, хлопнул дверью, кулаком по столу и сказал, всё, будем противостоять США, будем критиковать. И тогда надо для этого перестроить всю экономику. Потому что надо переориентировать рынки. США – это самый большой рынок. Европейский рынок на втором, на третьем месте. Китай будет ориентирован на страны ОСЕАН. Российский рынок при всём желании. Мы, как говорится, не съедим столько китайских товаров, а Китаю надо как-то развивать свою экономику. Возникает вопрос, как развивать экономику без такого экспорта, которым сейчас обладает Китай. То есть, да, это всё возможно, но это другая модель. И вот обратите внимание, если Россия сумела перестроиться довольно быстро, надо сказать, за два года, с очень серьёзными психологическими, эмоциональными потерями, но Россия сделала это. Кризиса в России экономического нет, даже если рост. Я не очень верю, что Китай, который привык за последние 40 лет только расти, причём расти в комфортной для себя ситуации, он сможет взять и мобилизоваться. Я думаю, что и китайский руководство это прекрасно понимает. Поэтому оно выигрывает время. Главное сейчас для Китая выигрывать время, например, 5-7 лет, добить, доделать какие-то технологии, и тогда можно уже будет объявлять то, что США видят себя неприемлемо. А там, может быть, и политическая так и в США может смениться. Хотя я в это особо не верю. На ваш взгляд, такой вопрос, может быть, немножко философско-исторического характера. Китай забыл, что было в последний раз во время опиумных войн? Как бы это всё ушло у него с горизонта и не понимает, что может теоретически нечто подобное заново случиться? Китай как раз об этом очень хорошо помнит, и, если можно так сказать, психологическая травма была нанесена всей китайской нации, а строго говоря, даже многим странам Азии, и мы в 19 веке в результате колониальных захватов, полуколониальных опиумных войн. Китай так и раз помнит. А он помнит, что тогда Китай проиграл, несмотря на то, что страна экономически была более развита, чем захватчики. А проиграл, потому что мало уделял внимания армии, очень мало удивлял внимания защите внешних рубежей, и технологически находился, конечно, в тот момент в более отставом состоянии. Хотя, да, по цифрам он пережал. Вот поэтому, собственно, Китай сейчас пытается не повторять ошибок прошлого. Хорошо, спасибо. Это был директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Первые о главном. Вести.ФМ